Если хотите добиться своих целей, если хотите полностью раскрыть свой потенциал, если хотите превратить ваши мечты в реальность, вам нужно самое эффективное средство. Вы должны очень хорошо освоить визуализацию. Кто-то из вас скажет, что, но сколько можно? Опять это духовная билиберда. Но не торопитесь с выводами. Все, о чем я расскажу, подтверждено научными исследованиями. Итак, визуализация. Это необыкновенно мощный навык. Вы могли слышать о законе притяжения. Вы могли слышать об аффирмациях. Все это работает по одному и тому же принципу. В нашем мозге есть система. Ее научное название — ретикулярная активирующая система. Это сеть нейронов. Какая же функция у этой системы? Она работает как фильтр. Фактически, эта система впускает определенную информацию в мозг и блокирует всю остальную. Угадайте, кто настроил этот фильтр. Вы, а также люди из вашего прошлого. И если вы постоянно чувствуете себя недостойным любви, угадайте, что происходит. Эта система-фильтр в течение дня будет выделять все до единого признака, которое так или иначе подтверждает, что вы недостойны любви. Если вы считаете, что ваши коллеги на работе вас недолюбливают, эта система будет выискивать подтверждение для этого убеждения на протяжении всего дня. Из-за этого существует так называемая склонность к подтверждению своей точки зрения. То есть ваш мозг предпочитает воспринимать только то, с чем вы согласны, потому что эти признаки доказывают то, что вы и так уже думаете. Зачем вообще нам система фильтрации информации? У ее существования есть серьезные причины. Основная состоит в том, что если бы мозг впускал всю информацию, вы бы не смогли пользоваться интернетом. Замечали, сколько информации на стандартной странице сайта? Здесь картинка, здесь текст, здесь реклама, здесь выскакивают сообщения. Если бы ваш мозг воспринимал всю информацию, считая ее равноценной, у вас бы реально лопнула голова. Мозг бы расплавился. Поэтому такая система защищает ваш мозг, отфильтровывая информацию и впуская только то, что вам важно. Я думаю, этого научного обоснования уже достаточно для того, чтобы вы всерьез занялись перестраиванием этой функции. А сейчас мы поговорим, как вам использовать визуализацию, чтобы изменить принцип работы вашего мозга, чтобы он смог опознавать возможности, чтобы ваш мозг находил доказательства, что у вас все получится. Начать нужно с визуализации. Итак, у вас есть цели. Вы выписали свои цели на этот год. Я хочу, чтобы вы проработали каждую цель и сделали упражнение с применением визуализации. И вот как наука советует это делать. Есть конкретный, научно обоснованный способ, как это правильно делать. Состоит он из двух этапов. Если ваша цель — поднять самооценку, вам нужно представить, как будет выглядеть ваша жизнь и как вы будете себя чувствовать, когда ваша самооценка вырастет. Итак, вам нужно сделать следующее. Во-первых, закрыть глаза, как бы банально это ни звучало, и в уме представить конкретную картинку того, как должна выглядеть ваша жизнь после того, как вырастет ваша самооценка. Вы видите, как, наконец, высказываете свое мнение начальнику, как все вас слушают и интересуются вашим проектом, как разрываете плохие отношения. Вы видите, как начинаете себя ценить, как идете в спортзал. Вы видите, как заботитесь о себе. И когда вы ярко представляете все это, наступает время для второго шага. Осознанно думайте о положительных эмоциях, которые будете испытывать. Я чувствую себя счастливым. Я собой горжусь. Я уверен в себе. Я чувствую благодарность за то, что смог внедрить эти изменения в свою жизнь. Вы должны узнать себя в этих картинках и почувствовать, каково это. И когда вы так делаете, в вашем мозге начинают происходить изменения. Вы тренируете его применять совершенно новые фильтры. Понимаете? Ваш мозг не видит разницы между тем, что вы имеете на данный момент, и тем, о чем вы мечтаете. Это очень важно. Поэтому ваш мозг будет по-настоящему воспринимать вашу визуализацию покупки дома, вашу визуализацию того, насколько счастливы вы будете, когда купите его, вашу визуализацию того, как вы становитесь миллионером и гордитесь собой. Ваш мозг будет воспринимать визуализацию как то, что происходит с вами в реальной жизни. И это очень важно, потому что в процессе будет меняться система фильтров. Ваша ретикулярная система будет перестраиваться. Вот что мы знаем благодаря исследованиям. Чем больше вы визуализируете, тем выше будет ваша уверенность в себе, тем меньше вы будете в себе сомневаться. И вот еще интересная вещь. Чем больше вы это будете проделывать со своими целями, то есть каждый день, когда вы просыпаетесь, вы визуализируете. Это занимает ничтожные 30 секунд. Вы же ничего не теряете. Вы визуализируете, как проводите отличный день в школе или на работе, визуализируете, как ведете себя на людях, как гордитесь собой. Исследования показывают и подтверждают, что простая визуализация того, как вы действуете, действительно развивает новые навыки и помогает улучшить существующее с таким же успехом, как если бы вы это делали на самом деле. Так что исследования доказывают, что визуализация очень сильно влияет на успех. И еще, в конце концов, исследования доказывают, что чем чаще вы это делаете, тем быстрее начинаете верить в то, о чем думаете, ведь вы перестраиваете свой мозг. Вы меняете сеть нейронов, которые действуют как фильтр. Например, чем больше вы визуализируете о том, как общаетесь на публике, тем более уверенным вы становитесь, тем больше навыков вы развиваете, и тем быстрее начнете так действовать в реальной жизни. Вместо того, чтобы на конференции искать причины, чтобы промолчать, вы начнете говорить, потому что вы изменили настройки фильтра. Теперь они выставлены на возможности, а не причины. Вот так это работает. И теперь я хочу, чтобы вы первым делом проанализировали свои цели и каждый день на протяжении месяца тратили хотя бы 30 секунд на визуализацию. Разве ваши мечты не заслуживают 30 секунд вашего времени? Если заслуживают, тогда советую вам всерьез заняться визуализацией и делать это на протяжении всей жизни. И тогда вместо негатива, который ваш мозг постоянно замечал, он начнет замечать возможности и поможет вам видеть доказательства того, что вы уверены в себе и способны достичь поставленных целей. Это гарбиде, что вы думаете сейчас? Субтитры подогнал «Симон»